Наш доклад, это совместный доклад с нашими коллегами из Ростова-на-Дону, Андреем Витальевичем и Виктором Витальевичем Цибриной и моей коллегой из нашего отдела, Екатериной Владимировной Долбуновой, посвящен вот такому небольшому этапу работ на памятнике Ракучный Яр. Это удивительный памятник, который один из самых древних памятников, где есть глиняная посуда. Это такой вот ключик к процессу нередизации Восточной Европы. Это действительно ключевой памятник. Когда-то его начали исследовать наши старшие учителя, в том числе моя учительница на кафедре археологии Татьяна Дмитриевна Белановская. Ну и мы решили чуть-чуть продолжить эти исследования, потому что появляются новые методики. Та коллекция, которая была получена давно, она как бы исследована, почти все сделано с ней. И для того, чтобы как-то двигаться дальше, естественно, нужны новые материалы. И вот новые материалы, связанные с планеграфией, с остатками сооружений, с характером обитания, было ли это временное поселение, были ли это долговременное поселение. Да, вот эти вот все вопросы, которые можно сейчас на совершенно другом уровне решать, мы как раз поставили задачу сделать полевые исследования, ну и дальше вот этот вот большой пласт аналитических работ, которые мы и провели. В том числе есть очень важный вопрос, какова функция была первой керамики, когда она появляется в Восточной Европе. Все говорят, вот надо готовить, да? Ну, как бы все согласны, все согласны с этим, все просто. Но выясняется, что для готовки использовалась только какая-то часть этой посуды, а часть посуды была как раз нужна для того, чтобы в ней хранить ситровый клей, да? То есть вот мы открываем такие вещи, для чего тут существовали сосуды, как контейнеры, узнаем, что был клей, какой клей, да? То это фактически такие вещи, они не сохраняются в культурных слоях, потому что органика выходит. А вот таким образом, с помощью новых методик, естественно, научных, мы можем очень сильно расширить наши знания древности.